Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Если при слове керамика вы представляете кувшины и тарелки глиняного цвета, то сегодня мы обязательно удивим вас свежим звучанием керамики. Что насчет разноцветных кружек с забавными мордочками, подставок для колец в форме рук и стаканов для яис с животным принтом? Это шоу с толком в студии Радиус ФМ Дарья Рудь. Какова она современная керамика? Можно ли сделать две одинаковые работы? И какой путь проходит каждое изделие из глины? На эти и другие вопросы сегодня ответит мастер керамики Ульяна Михайлюк, дизайны которой сразили меня на повал. Не будем греха таить. Ульяна, привет! Привет! Давай сразу скажем слушателям, как найти твой профиль в Инстаграм, потому что я очень хочу, чтобы они все один раз увидели это вживую, чем сто раз услышали у нас по радио. Профиль называется Uli Clay. Английскими буквами все просто вводите. Клей, кстати, глина, да? Да, да. Ули – мое имя, по сути. Да. Ульяна. Ульяна делает реально уникальнейшие вещи, поэтому сразу всех туда шлю. И давай начнем с того, что ты вообще можешь изготовить, чем можешь похвастаться. Я, в принципе, делаю в основном кружки. Они пользуются популярностью. Ну, также всякие тарелочки. Просто это могут быть тарелки, как и для еды. Разные глубокие, плоские. И тарелочки, типа, для украшений, для всяких мелочей, для благовоний подставки. Как ты сказала, подставки в форме руки для колец. Ну, то есть, всякое такое немножко декоративное, но в основном это посуда. Я еще видела какие-то необычные такие приколюшки, типа колечки тоже. Да, да, тоже керамические кольца. Я их сделала совсем недавно. До этого я делала кольца из полимерной глины. Это отличается. Это не керамика, больше похоже на что-то такое пластиковое, игрушечное. Ну, было модно. А сейчас уже мода так потихоньку ушла. Я сделала керамические, они, так скажем, вне времени. Вот, может быть, тоже понравится. Давай поясним, в чем необычность твоих дизайнов. Потому что необычность определенно есть. Ну, наверное, в том, что такого в магазине не найдешь. То, что я делаю все, что в моей голове. Вот такая и была изначальная идея. В плане того, что я могу сделать все, что я захочу слепить. То есть глина такой материал, что ты можешь в жизни вообразить все, что тебе придумалось. Вот какие изделия пользуются наибольшей популярностью? Потому что они у тебя все такие настолько уникальные. Боже! Ну, в основном это изделия, конечно, с частями тела, женскими, конечно. И всякие чудики внутри, там, лягушечки, собачки. И вот это все такое супер милое, наивное, самое популярное. Это просто вау! Ну, реально, вот у тебя есть кружки с, по-моему, женской грудью. И разные там не только кружки. Это выглядит очень необычно. И ни капельки не пошло. Это выглядит очень мило. Поэтому это прям огромный лайк. Ульяна, а как ты начинала свой путь? И как давно вообще? Ну, примерно полтора года назад. Я просто... Это стало только-только набирать популярность. И увидела кружку в Инстаграм. Ее сделала женщина из Дании. Она вот делает похожую керамику, но она делает с дизайнами рисунков своих учеников. Она учитель. Вот. Меня... Ну, я сначала, конечно, надо купить, типа. А потом подумала, что можно сделать и самой. Как-то начала. Все это было сложно. Много брака и так далее. Но с поддержкой своих близких все это достигло результата. То есть не так давно ты работаешь, и уже сейчас у тебя достаточно большая аудитория. Ну, достаточно быстро набралось, да. Класс. Мы уже сказали пару слов про материал. Но вообще, с каким материалом ты работаешь? Чаще? Реже? В основном, ну, это глина. Просто испанская глина. Она есть в двух цветах. Более бежевая и белая. Раньше была другая глина. То есть глина может быть разная. Вот. И колечки из полимерной глины. Это такая, типа, пластика, которая продается вот просто в магазине для хобби и творчества. И есть еще самозастывающая глина. Тоже всякие подставочки для благовоний. Можно сделать. Их нельзя мочить. Но как декоративные тоже иногда можно разбавить ассортимент. Кстати, нельзя ли глину условно поехать найти в карьере где-нибудь самостоятельно? Ну, нет. Она должна быть очищенная. Пройти много процессов. Поэтому так она просто... Ну, из нее можно что-то слепить. Но при обжиге все треснет. Ага. Интересно. То есть ты ее где-то заказываешь, покупаешь? Да, да. Есть магазины для керамистов, так скажем. Класс. А что еще нужно, кроме глины, чтобы лепить? Чтобы лепить, ничего, кроме глины не нужно. Хорошо, чтобы сделать такую красоту. Ну, вообще какие-то минимальные инструменты могут присутствовать. Они помогают просто для лепки. Но в целом можно просто слепить это руками. А дальше уже идут обжиги, глазурование, краски и все такое. Мы еще поговорим немножко об этом. Хорошо. И все-таки вернемся к твоим дизайнам. Откуда ты берешь идеи и вдохновение? Ну, наверное, сажусь просто вот лепить, как рука идет, как вот мне захочется. Подумаю так. Вот посмотрю, слепила кружку, посмотрю на нее, подумаю, вот сюда классно коровьи пятна. Класс. Ну, как-то вот оно приходит из головы. Ну, и, конечно, Инстаграм, Пинтерест, все это тоже влияет на наш мозг и подкидывает всякие идеи. Я бы сказала, что очень все такое трендовое, и даже в каком-то смысле ты сама задаешь тренды, потому что, ну, это что-то невероятное. И все-таки давай поговорим про процесс работы. Вот какие этапы проходит условная кружечка? Ну, изначально это лепка. Просто лепится сама кружка. Она сохнет некоторое время, то есть не до полного высыхания. Да, это называется такое кожетвердое состояние, когда она должна раскрашиваться. Вот, потом она раскрашивается специальными красками, называются ангобы. Это такие краски из глины. Раскрашивается, потом высыхает до конца, потом мы все это обжигаем в муфельной печи, там 1050 градусов. А где эта печь установлена, извини? Есть, ну, просто в разных мастерских, у кого есть своя печь. У меня своей нету, потому что мне некуда ее поставить. Но ты дома работаешь, да? Да, да, я работаю дома, и я отвожу просто, вот у меня знакомая тоже керамист, у нее мастерская, и там стоит печь. Я к ней отвожу, то есть такая аренда печи. Красота. Вот, поэтому можно даже самому начать это тоже дома полетить и кому-то отвезти обжечь. И потом мы все это достаем из печи, да, это вот сутки она обжигается. Я думаю, что вот обжиг, такое слово достаточно популярное, но что происходит при обжиге? Они там пекутся? Ну да, типа как в духовке, только там 1050 градусов. Ну, нифига себе духовка. Ну, по той же схеме, в принципе. Вот. Потом это достается, и тогда уже вот эта сырая высохшая глина, она становится как бы керамикой, но ее еще нельзя использовать для еды, потому что она не покрыта глазурью. Глазурь – это такое стекловидное покрытие. А что будет, если использовать без глазури тогда? Ну, она просто вся забьется в еду, ну, вот за грязницей, то есть, ну, как бы вообще нельзя, это, ну, такая еще сырая глина, нельзя такое есть. Запомнили. Вот. Покрывается стеклом, и дальше уже снова обжиг такой же, еще один, тоже сутки, и потом уже достается готовая блестящая красивая кружечка. Ничего себе, все, и мы можем уже и пить, и есть, и покупать. И такой вопрос тоже интересный, все твои работы делаются исключительно вручную или нет? Да, я делаю только вручную, есть еще литьевые способы керамики, гончарные, но я вот леплю руками, в принципе, я бы, может быть, и попробовала другие, но пока вот этот способ мне близок. Угу, то есть все такие очень уникальные, скажем так, истории. Ну, да, да. Ну, да. Ну, в принципе, никто одно изделие не делает от начала до конца, делается партия. Ого! Потому что обжечь в печке, ну, одно изделие нельзя, нужно загрузить ее полностью, это примерно, ну, минимум, кружек 30 нужно. Ого! Поэтому мы делаем партиями, и на наличии, и под заказ мы делаем именно одну партию. Сначала мы лепим, ну, мы, я леплю кружек вот 30-40, все это отвожу на обжиг, и, ну, дальше процессы я уже рассказывала. Но, чтобы слепить одну кружку, мне нужно минут 10. Так мало уже? Ну, совершенно интересно в историях. А раньше, может быть, дольше занимала, да? Ну, да, да. Ну, раньше, ну, с самого начала было, ну, может, полчаса. Ну, конечно, уже когда наловчился, такой налепил стаканов, ручек к ним поприделывал, и быстренько все получается. Да, стрельный воробей. Ульяна, а можно ли сделать условно две одинаковые работы? Ну, прям один в один, конечно же, нет, потому что я леплю руками, и каждая вмятинка от моего пальчика остается, они в любом случае под копирку не будут. Но сделать два примерно идентичных, чтобы был как комплект, то можно, да. Ну, чуть-чуть они будут отличаться, но практически там глазу это заметно не будет. А вот можно ли, кстати, у тебя вообще на заказ что-нибудь сделать? Да, я в основном работаю на заказ, то есть на наличие я делаю примерно 20 изделий в месяц, а остальное это все ваши заказы. Очень их много разных, и все вот это вы видите в профиле, все фотографии, это конкретно ваши заказы. Еще мне сейчас пришло в голову, вообще ты сама пользуешься ли своими работами? Насколько у тебя их много? Ну, немного, я не часто позволяю себе что-то оставить, товар это святое. Ну, ничего себе, сапожник без сапог. Ну, пару кружечек, да, у меня есть, ну, мне больше не нужно, вот, я из них пью, да. С самого начала еще, как только начинала лепить, это была моя идея, чтобы налепить посуду для себя. В итоге для себя я не налепила, но... Слушай, а вот друзьям, знакомым, ты, получается, это все тоже подарки идут, или не всегда? Ну, нет, практически никогда, я бы сказала, то есть редко. Дружба дружбой, а служба службой. Да, сто процентов. Ну, мне будет проще что-то купить человеку, подарить. Ну, а так, если кто-то хочет из друзей, конечно, но с дружеской скидкой. Надеюсь, мы с тобой друзья. Хорошо, мы уже пару, поговорили пару слов про эту историю, но пригодны ли изделия для еды и жидкости, в частности? Жидкости тоже, все нормально, да? Да, да, и для еды, и для жидкости можно и в посудомойке мыть, и даже в микроволновку ставить, но не часто. Ну, это хорошо, то есть, полноценная посудка, все как нужно. Я где-то читала, по-моему, даже у тебя в инстаграме, что нельзя иметь длинные ногти, чтобы хорошо лепить, это правда? Да, это правда. Лена показывает свои коротышки. Потому что, когда вы лепите, и дно нужно прогладить пальчиками, и ногтями вы просто проткнете это дно, будет неудобно. Ну, можно, конечно, какими-то инструментами, но проще их обрезать, чем работая с керамикой медленной ногти. Может быть, еще есть какие-то условия для продуктивной работы? Ну, наверное, нет. Просто настроиться, подружиться с глиной, иметься в гармонии. Ты, кстати, работаешь в какой-то одежде специальной или нет? Нет, в любой, которую не жалко. Это еще больше добавляет такого вайба домашнего твоим работам, мне кажется. Да. Ты уже сказала такое слово, как брак. Бывает ли он в твоих изделиях, и каким вообще образом он может появиться? Бывает. Вообще считается, что 20% печки, которую ты достаешь, это брак. Ну, у керамистов есть такая статистика. Но у меня поменьше, но бывает такое, что... Что вообще считается браком? В основном это во время обжига, когда что-то трескается. Может треснуть стенка кружки, может ручка отвалиться, может скататься глазурь. Это когда толстый слой очень получается, и вот это вот стекло, оно в такие катышки скатывается. Ну, это как бы можно использовать точно так же для еды и так далее, но просто визуально получается брак, не так, как должно было быть. Ну, либо сказать, что это такая задумка. Ну, да, конечно. Я художник, я так вижу. Но при лепке как бы брак, по сути, невозможен практически, то есть ты сама это контролируешь. Ну, пока леп... Нет, ну, почему? Возможно. То есть где-то пузырик воздуха остался внутри, ты его не заметил, и во время обжига оно треснуло. Ну, то есть он редко случается, но случается. Ульяна, скажи, проводишь ли ты какие-либо мастер-классы? Я думаю, что, надеюсь, что да. Ну, да. Первый свой мастер-класс я провела вот в сентябре, и сейчас вот будет второй совсем скоро, 30 ноября, октября. Октябрь месяц, да. Октябрь месяц, да, октября. Вот. Провожу такие групповые мастер-классы, 3,5 часа мы лепим, сушим, красим, потом все уже процессы я беру на себя. Угу. То есть человек что-то лепит, а потом ты уже все обжигаешь, все дела? Ну, да. Ну, мы и раскрашиваем тоже, а потом уже, да, обжиг, стекло, все вот это вот, и я уже сама делаю, и потом можно будет забрать. Угу. Ну, интересно. А где это проходит? На Октябрьской студию такую я снимаю, на Октябрьской, 16, и вот там вот мы все собираемся. То есть если заранее увидеть это в твоем инстаграме, то можно даже и попасть? Конечно, можно попасть. А сколько вообще мест? Я для себя уже тут интересуюсь. 10-12 человек я обычно беру. О, такие маленькие семейки длинные. Ну, хочется всем уделить время, помочь, где-то подсказать, объяснить, поэтому очень много человек, просто я на всех, меня не хватит. Скажи, Ульяна, твоя любимая и нелюбимая часть работы? Много любимых, но... Давай все. Когда все готово и просто деньги забираешь, это наша у всех любимая часть работы. Да, да. Нет, ну вообще я, конечно, очень люблю лепить, особенно вечером, поставить свечи, благовоние, и вот у меня такая атмосфера, и я действительно наслаждаюсь этим спустя такое количество времени, в котором я уже работаю. Вот, и расписывать тоже я очень люблю рисовать, классный процесс. Ну, дальше уже такое, более технические все, то, что нужно отвести на обжиг, забрать, заглазуровать, это, ну, все уже такое. Вот, ну и, конечно, отзывы, когда получаешь, это тоже самое прекрасное, что есть в работе, когда пишут, боже, я в восторге, какая керамика. Ну, это приятно, конечно, такое слышать. А нелюбимая? Ну, это, наверное, когда что-то не успевается, когда человек просит, например, к определенной дате, и там и треснуло, и ты переделал, и снова, и ничего там не успевается, не получается, звезды светят не так. Вот это такая немножко гадкая часть, но она есть везде. Ну, твоя профессия такая творческая, сумасшедшая, и бывает, кстати, вот еще вдохновение влияет на тебя? Очень, я иногда вот прям не хочу лепить, я иногда сижу, думаю, не хочу. Но если нужно, я иду, у меня ничего не получается, кажется, что все идет не так, я думаю, мне нужно было захотеть сначала. Ну, да, есть такое, что влияет реально, ну, должно быть желание постоянно, но, слава богу, оно у меня есть чаще всего, да. Это прекрасно. Кстати, я еще видела в Инстаграме буквально вот недавно, ты иногда вставляешь какие-то тоже штучки, кулончики в свою керамику, то есть не только глина. Что вообще бывает еще у тебя? Да, да, ну, я вставляю в основном это какие-то кулончики, типа, как прокол от сосок, вот, туда можно что-то вставить прикольное, ну, как разбавить тоже интересный дизайн. Брелоки ты тоже делаешь, да? Ну, я делала, но не сильно. Не прижились. Да, ну, не очень удобно, когда делаешь очень много разных всяких изделий, то есть хорошо, когда вот нацелены на кружки, например, и ты, ну, их и продвигаешь, и делаешь, и так далее. А когда делают, там, заказ, и одно колечко, один брелочек, ну, и получается... И пепельничек. Ну, да, типа, не очень удобно. Удобнее сделать 30 кружек сразу, чем 30 разных изделий. Угу, и я думаю, всех волнует один главный вопрос, где можно увидеть и, конечно же, купить твои изделия. Всё, что в наличии, есть в шоуруме шуфлятка, он находится на площади Свободы, 23, 3 этаж, 124 комната. Это наш такой ремесленческий шоурум, мы... не я его владелец, но меня туда пригласили наши ребята с Open Shkaff, это такой маркет, там, где выставляются... Ремесленники со своими изделиями, и они создали шоурум такой, который вот работает всегда, не только два дня в месяц на маркете, а работает всегда, и туда можно прийти и выбрать не только мои изделия, но и изделия многих ремесленников Минска, то есть там и украшений, и много декора, и, конечно же, моя керамика, колечки и всё такое. Класс. И раз в месяц проходит Open Shkaff, в котором я всегда участвую, проходит он обычно на Машерово, и тоже можете в профиле у меня увидеть всю информацию, когда, что, тоже там два дня, суббота, воскресенье. Напомни свой инстаграм ещё раз. Ули Клей. Ули Клей. Красота. Собственно, на такой прекрасной ноте я, к сожалению, предлагаю заканчивать наше интервью. Теперь вы знаете о современной, зумерской, уникальной керамике немного больше. У нас в гостях была мастер керамики Ульяна Михайлюк. Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Подкасты и видео этой программы можно найти на сайте RadiusFM.by. Вы слушали шоу «С толком». В студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на RadiusFM. Шоу «С толком» на RadiusFM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте RadiusFM.by. Редактор субтитров А.Семкин